итак всем привет вот таких пупсиков в этом видео мы будем с вами вязать я буду вязать девочку но схема одна и та же что девочка что мальчик вяжется одинаково только вот когда будем вязать девочку вы увидите в одном месте мы будем просто вязать за заднюю стеночку петли чтобы добавить юбочку а так схема идентичная можете вязать мальчика можете вязать девочку и так что мне понадобится для пупсика крючок два с половиной которым я буду вязать ножницы глазки и взяла показать 15 миллиметров я уже не дело в общем 15 миллиметров глазки вязать я буду девочку платья быть мне вот такого цвета дальше используется белый цвет для декора ботиночек и персиковый такой оттенок будем вязать тело цвет такой приближенный к цвету тела таких вот три цвета мне понадобится а может декорировать можно если хотите делать бантики там пуговички для декора можно использовать итак значит в этом пупсике у нас снимается только шапка покажу здесь все остальные детальки пришиты волосики тоже по желанию можно добавить можно не добавлять все остальные детали пришиты вот так что еще нам нужен синтепон наполнитель у кого какой есть для волосиков я беру такой коричневый цвет он потоньше я просто для примера покажу разницу вот бровки тоже возьму черный черный цвет потоньше тоньше чем и волосики у меня я взяла пряжу и разъединила просто вот у меня вот такая же пряжи вот из этой серии я просто разъединила пополам тут получилось то четыре ниточки вот я по две ниточки разъединила вот и такой тонкой и это дело и реснички и бровки так что еще нам понадобится в общем иголка для шивания конечно соответственно ну в принципе и все все что нам нужно и эту схемку я нашла в интернете на иностранном языке искала перевод и нашла нашла перевод и щенка не знаю как зовут перед того человека кто перевел в общем спасибо ей за перевод и вот благодаря этому переводу я связала вот таких пупсиков поэтому решила с вами поделиться нам понадобится проволока мягкая медная внутри в обмотке в обмотке она 2 миллиметра это по желанию чтобы вот так вот мы и сложим пополам скрутим это чтобы голову держать потому что она тяжелая немного и может со временем просто вот сильно болтаться вот этот бой для того чтобы держать голову но опять же повторюсь этот по желанию можно и не вставлять проволоку вязать голову сначала свяжем голову я провязала это просто вяжем обычный круг в кольцо набираем 6 столбиков без накида и вяжем по принципу круга следующий ряд 6 прямо подряд потом столбики прибавка 2 столбика 3 столбика и прибавка и так мы вяжете до 11 ряда в котором 9 столбиков и прибавка вот провяжите такой круг в ряду на 66 столбиков и с 12 по 16 ряд мы провяжем без изменений 66 столбиков 5 рядов вяжем зале 5 рядов вот что у нас получается на этом этапе теперь вяжем сейчас мы будем провязывать определять места для глазок сразу потому что у нас и ножки такие вот большие эти глаза глаза большие можно этого не делать просто потом определите для глазок места а так просто удобно и так значит вяжем 27 столбиков без накида 7 столбиков делаем воздушную петлю пропускаем 1 столбик и со следующей провязываем 10 столбиков это советует автор или автор или кто это я даже не знаю чья это вообще схема просто она блуждает в интернете вот и перевод по переводу ведь говорят нам что это место очень удобно именно вот так делать чтобы глазки было легче вставлять и я с этим согласна удобно не придется раздвигать столбики и получается что здесь вставляется глазик и между глазками 10 столбиков значит еще раз воздушная петля столбик пропустили и начиная со следующего столбика вяжем 10 столбиков без накида провязали 10 столбиков опять делаем воздушную петлю пропускаем столбик и со следующего столбика довязываем до конца ряда должно быть тоже 27 столбиков это был у нас 17 ряд в ряду у нас 66 столбиков с 18 по 19 ряд то есть два ряд мы провяжем без изменений шестьдесят шесть столбиков только не забудьте когда дойдете до воздушных петелек в них тоже провяжите столбик воздушную петлю провяжите столбик вот вяжем 2 ряда без изменений 18 и 19 отряд вяжем 21 столбик вот это в этом ряду мы начинаем формировать щечки прорезает вас с этим столбик теперь вяжем столбик прибавка повторяем 5 раз столбик прибавка 5 раз провязали теперь вяжем 4 столбика без изменений 34 теперь мы опять вяжем только начинаем прибавки вяжем только начинаем с прибавки прибавка столбик прибавка столбик повторяем пять раз провязали довязываем до конца оставшиеся столбики 21 столбик должно остаться провязали теперь вяжем с 21 по 24 ряд 4 ряда 76 столбиков которые у нас получились в этом в двадцатом ряду вяжем 4 ряда без изменений 25 ряд 25 ряду мы заканчиваем формировать щечки вяжем 21 столбик я глазки вставила дальше я значит вяжем столбики убавка 5 раз папка за передние полупетли провязали теперь вяжем 4 столбика и делаем также убавка столбик то есть начинаем с убавки затем вяжем столбик убавка столбик тоже пять раз и довязываем 21 столбик оставшийся до конца ряда 26 ряда мы начинаем делать убавки 9 столбиков и убавка в двадцать шестом ряду в предыдущем ряду который мы закончили в 25 у нас шестьдесят шесть столбиков было теперь 9 столбиков и убавки в ряду остается 6 столбиков и простите 60 столбиков сделали бак и продолжаем делать убавки 28 ряд 27 ряд вернее 8 столбиков и убавка 29 ряд 7 столбиков и убавка 30 ряд 6 столбиков и убавка и так делаем убавки пока у нас не останется 3 столбика и убавка который тоже дело и в ряду остается 24 столбика делаем убавки голову плотно после того как вы провязали последний ряд где у нас три столбика и убавка ряду осталось 24 столбика заканчиваем соединительным столбиком и отрезаем ниточку тоже пришивать будем мы этой ниточкой к телу дальше будем оформлять голову когда набивайте голову и щечки где у нас образовать да хорошо в эти щечки набивайте потому что мы будем делать утяжки наши щечки должны быть видны вот поэтому хорошо наполняйте набивайте теперь отрезаем ниточку сейчас будем делать утяжки глаз отрезаем ниточку и губку вот и значит делаем утяжки нам надо еще эти щечки более сформировать больше поэтому у нас утяжки выглядят так здесь у нас будет пустышка вот в этом месте немножечко нам надо чтобы как бы туда впала часть головы в этой части поэтому вводим иголочку значит где-нибудь в стороне с какой-нибудь стороны и выводим сейчас я намечу и так ты наметила примерно расположение где у меня будут утяжки ниточку буду вводить тем самым здесь у меня утянется туда значит расположила я под глазом уточить вот подряд а вот он вот иголочка проще покажу вот а вот этот ряд считаем первый ряд 2 3 4 вот между четвертым и пятым я расположила отчитав один столбик сторону один ряд вот эту сторону и также здесь вот и на 2 ряда 2 маркер расположила теперь вывожу иголку вот где-нибудь стороне старайтесь не столбик а между столбиками что потом можно было спрятать вводим значит сюда в первый маркер вставляем ниточку немножко далее вводим в этот маркер потом сюда так не сюда ошибаемся в этот под глаз сейчас мы будем тягать глазки на что вот здесь вот вводится сюда и сюда сначала вот смотрите где я расположила маркера иголочку сначала вывели верхний маркер когда мы отметили потом в нижней и когда будем выводить под глазик мы захватываем синтепон хорошо захватываем чтобы щечки у нас остались выводим сюда маркер вернее иголку дальше затем сюда далее перемещаем маркер здесь что было видно там здесь будем далее тоже выводим сюда здесь синтепон сильно захватывать не обязательно вывели иголочку вот и под этот маркер потом захватываем хорошенечко синтепон иголкой и в нижний маркер выводим так убираем иголочку и сюда и выводим сторону но можно ниточки вывести и вниз потому что сейчас мы посмотрим когда вытягиваешь именно глазки могут они немного уходить в сторону наверно мы выведем лучше вот сюда под низ ниточки эти вот сюда лучше отсюда выводите и делаем утяжки стягиваем можно помочь так вот здесь все формируем ровненько и утягиваем стягиваем и все поправляем вот это у нас первая утяжка будет на их эти ниточки сейчас завяжем и поправим немного тут поэтому наверное лучше вывести снизу чтобы такую сторону не уходили наши щечки и все что ровненько посередине все утянулось стягиваем и завязываем завязываем несколько узелков чтобы от натяжения не развязалась дальше следующая утяжка у нас будет по верхней части глаз потому что видите мы делаем когда только внизу у нас только низ ушел а нам надо чтобы глазки равномерно были сюда вот так вот располагались поэтому вторую утяжку я буду делать назад вывожу иголочку именно сзади но буду конечно поэтапно иголка короткая немножко хвостика и смотрите также здесь располагается у нас будут утяжки но стараться под глаз их так чтобы ниточек видно не было мы их где-нибудь вот здесь вот как-то так расположен что здесь что здесь чтобы они спрятались там под глазами эти ниточки где-то так вот примерно расположение будет вот выводим итак а потом прячем там под глаз дальше сюда и выводим обратно той ниточки которую мы вели вначале чтобы сделать там узел время утяжки желательно всегда попадать между столбиками вот и смотрите значит здесь тоже делаем утяжки стягиваем вытягиваем столько сколько нужно не переборщить главное чтобы глаз стал ровно вот и делаем здесь узелочек несколько узелков завязываем утяжки наши готовы вот поправляем голову все где надо упал устанавливаем все вот вот такие вот утяжки глаз теперь вышивать будем носик также отрезаем ниточку этого же цвета вышиваем глаз ой носик значит вот под глазом берем ряд вот этот вот и вот располагаем посередине где-то примерно так и так же выводим стороне мы будем просто вышивать просто берем и так и сделаем где-то примерно 12 13 может даже 14 стежочков но вы сами увидите как только носик станет хорошо заметен главное его не переборщить вот такой вот носик получается 12 13 стежков здесь делаем узелки прячем ниточку вот дальше сейчас вышлем реснички и бровки вот я думаю вы с этим справитесь если сложно здесь на как хотите можете три реснички сбоку вышить и бровки на свое усмотрение располагайте как вам нравится свои реснички и бровки теперь вяжем пустышку которую сразу пришьем оформим голову все а потом уже начнем дальше вязать значит пустышка у нас вяжется очень просто в кольцо набираем 6 столбиков без накида затем делаем 6 прибавок подряд далее вяжем столбик и прибавка ряд просто делаем обычный круг сейчас значит третий ряд у нас столбики прибавка и четвертый ряд 2 столбика и прибавка вот можно так вот растянуть немножко чтобы круг был плоский чтобы никуда не не скручивался цвет берите тот который выбирайте либо хотите как платье там будет как одежда до такого же цвета будет это пустышка хотите другого цвета я выбрала решила пустышку вязать как платье поэтому часть меня будут как платье часть беленькая значит все я закончила вязать у нас получилось последний ряд 2 столбика и прибавка далее делаем соединительным 2 соединительных столбика за задние стеночки петли чтобы сравнять край это этот метод я в интернете увидела у вязальщицы или спанки и мне понравилось очень удачно это вот соединение чтобы выровнять край когда надо чтобы он был круглым вот и отрезаем ниточку будем пришивать к лицу вот этим цветом вот и вытягиваем значит смотрите видите как получается сейчас потом можно вот ее назад вот за этот же полустолбик которую мы 2 провязали вытянуть ее назад эту ниточку и смотрите как получается круг идеальный круг я думаю вот и все дальше мы уже потом будем вязать вернее лишь пришивать потом я буду белым цветом вязать это средняя часть пустышки также набираем в кольцо 6 столбиков затем 6 прибавок подряд второй ряд и третий ряд столбики прибавка и все второй круг будет поменьше провязали тоже немножечко потянет так растяните чтобы был плоский круг и точно так же делаем соединительный столбик за задние стеночки петли 2 соединительных и отрезаем тоже так по длине но не сильно будет пришивать сюда вытягиваем и прячем вот в этот столбик вот далее теперь свяжем держатель пустышки набираем 17 воздушных петель и в обратную сторону просто провяжем столбики без накида и так вот провязали столбики без накида по цепочке так и отрезаем тоже так небольшой хвостик тоже нам надо будет его пришивать поэтому просто вытягиваем ниточку и все пришивать будем вот как он ложится вот так вот полукругом вот так вот его и будем пришивать вот теперь нам надо это все пришить здесь мы зафиксирую сейчас серединку то есть что здесь и так смотрите значит берем пришиваем сначала белую верхнюю часть вводим иголочку за заднюю стеночку петли выводим ее сюда вот и пришивать будем вот вот сюда между столбиками именно в этом ряду здесь где у нас переход будет тоже здесь надо будет плавно перейти и провязать решиться значит вяжем именно за задние стенки петли потому что во-первых будет окантовочка вот эти передние стеночки останутся окантовка вот этим передней стенки как окантовочка и плюс еще за счет того что мы будем вязать за задние стенки петли у нас получится не ну как сказать не приплюснутая верхняя часть а немножечко будет выпирать слегка вот за счет этого поэтому пришиваем именно так немножечко как бы поднимается и более торчит так чуть-чуть благодаря этому вот пришли дальше пришиваем держатель тоже располагаем под вас в краешку на белой части можно и от фиксировать чтобы пока вы пришлете на никуда не делась и здесь и пришивается только вот можно захватить с одного краю из другого с двух сторон здесь и здесь и так наша пустошка готова теперь мы ее пришиваем к телу для начала иголочку выводим будем пришивать именно так же вот как мы белую пришивали часть займет между столбиками также будем и пусть пришивать пустышку чтобы она у нас не было ну касать пришита совсем уж это голове а вот аккуратненько так держалась располагаем ровненько чтобы вот это вот держатель наш не искренне сторону не ушел фиксируем значит узкую пустышку и пришиваем вот примерно так располагаем под носиком сейчас я расположу и так значит будем можно прям уж совсем хвататься за каждый столбик пришить вот через два можно столбика пришить поэтому главное пришивайте именно вот иголочку выводить именно под первый столбик здесь вот так вот так вот по кругу пройдемся вот так у нас получается сосочка пришита выглядит это так очень пока откладываем в сторону голову далее вяжем ручки начинаем с телесного цвета кольцо набираем 6 столбиков второй ряд вяжем 6 прибавок подряд третий ряд вяжем столбики прибавка повторяем 6 раз в ряду получится 18 столбиков провязали теперь 4 5 и 6 ряд вяжем без изменений 18 столбиков далее 7 ряд 5 столбиков убавка и 11 столбиков довязываем до конца 8 ряд 5 столбиков убавка и 10 столбиков остается довязываем до конца итак мы будем делать повторять так убавки до 11 ряда вернее до 12 ряда затем будем менять цвет далее 9 ряд 5 столбиков убавка 9 столбиков 15 будет в ряду 10 ряд 5 столбиков убавка и 8 столбиков довязываем до конца 14 столбиков в ряду 11 ряд 5 столбиков убавка и 7 столбиков остается довязываем и 12 ряд 5 столбиков убавка и 6 столбиков 12 столбиков в ряду довязываем до 12 ряда и так 12 ряд 5 столбиков убавка и 6 столбиков остается вязан до конца я заканчиваю ряд ввожу белый цвет вводим белый цвет для шишек у нас там будет рисунок шишечка вот вводим белый цвет с интересным и отрезаем а нам больше не нужен и далее вяжем 12 столбиков белым цветом без изменений пока теперь 14 ряд вяжем за заднюю стеночку петли 12 столбиков вот довязав до конца я не довязываю последний столбик и ввожу дальше цвет платья белую ниточку на лицевую сторону вывожу потому что дальше мы будем вязать шишечки и с 15 сейчас у нас будет 15 ряд с 15 по 22 ряд мы провяжем без изменений 12 столбиком цветом платья провязали 22 ряда перед тем как мы будем отрезать мы сначала эту ниточку нам надо будет отрезать но перейти вот и отрезать нам надо будет сшивать две половинки вот для этого надо набить руку вот этот получается все взаимосвязано но чтобы нам набить нам надо сначала провязать и шишечки потому что когда набитая рука тяжело вязать поэтому пока мы это оставляем беремся за белую пряжу вводим крючок за первую полу петельку и провязываем столбик без накида сюда у нее следующий столбик мы будем вязать шишечку она будет состоять у нас из четырех недовязанных до конца столбиков без накида которые провязываем вместе раз не довязываем до конца столбик с накидом 2 провязан только накид 3 и 4 теперь пять столбиков у нас получается на крючке и провязываем вместе ой вот следующий следующую полу петельку мы провязываем столбик без накида следующую шишечку вяжем 1 2 3 и 4 и так будем чередовать шишечка и столбик без накида вяжем так по кругу провязали последнюю шишечку и делаем соединительный столбик с первым столбиком начальке мы делали просто в полу петельку вводим крючок делаем соединительный столбик ниточку отрезаем и прячем вовнутрь на данном этапе легко сделать вот теперь наполняем ручку наполнили ручку через ответил там где у нас были убавки у нас получилось вот так вот вогнута да вот эта часть нас будет к телу это забыли пришивать она будет прикладываться к телу поэтому будем именно в таком положении сшивать ручку связывать вернее две половинки вместе смотрим если не хватает немножко столбиков чтобы у нас рабочая нить выходит это посередине туда вязан просто до края недостающиеся столбики недостающие метод 3 столбика я довяжу и вот в таком положении мы связываем вместе еще наверно один столбик и связываем столбиками без накида две половиночки 5 получается 5 столбиков нить обрезаем коротко потому что повторюсь мы ручки будем связывать все вяжем аналогично вторую ручку я уже связала дальше вяжем ножки берем цвет тела вернее цвет платья и так вяжем ножку в кольцо набираем 6 столбиков без накида 1 ряд 2 ряд 6 прибавок подряд следующий третий ряд вяжем 3 столбика и прибавка и в ряду у нас получится 15 столбиков 3 столбика и прибавка далее четвертый пятый и шестой ряд вяжем без изменений 15 столбиков далее седьмой ряд 5 столбиков и прибавка 5 прибавка 9 столбиков вяжем до конца ряду 16 столбиков 8 ряд 16 столбиков вяжем без изменений 11 ряд 7 столбиков и прибавка 11 ряд 7 столбиков и прибавка 10 ряд вяжем без изменений 17 столбиков следующий ряд 13 8 столбиков и прибавка 11 ряд 7 столбиков вяжем без изменений 18 столбиков следующий ряд 13 8 столбиков и 9 столбиков остается довязываем до конца в ряду 19 столбиков 14 ряд провязываем без изменений 15 ряд 9 столбиков прибавка 9 столбиков довязываем до конца в ряду у нас будет 20 столбиков 16 ряд вяжем без изменений 20 столбиков садим 17 ряд 10 столбиков прибавка и 9 столбиков в ряду у нас 21 столбик будет итак это у нас последний ряд на первой ножке нет отрезаем на 2 ножки оставляем я уже связала две ножки на 2 ножки оставляем и смотрите вот эта часть где у нас были прибавки на они у нас с одной стороны это у нас будет с одного края сбоку нога 2 так также находим прибавки так вот складываем вот в таком положении у нас будут выглядеть ножки вот здесь располагаются наши прибавки если в рабочая нить где-то сбоку туда вяжите до серединке внутренняя часть ноги и вяжите набирайте 5 воздушных петель берем ножку вот здесь у нас прибавки и здесь посерединке присоединяем столбики столбиком без накида теперь вяжем по этой ноге у нас здесь получились на каждой ноге 21 столбик вяжем 20 столбиков и 21 столбик мы делаем прибавку это тот столбик откуда у нас выходит или присоединилась цепочки наша цепочка провязываем туда прибавку 2 столбика столбик вяжем так у нас перекутился меня теперь по цепочке вяжем 5 столбиков и дальше вяжем 20 столбиков но здесь я начну именно с той петли куда я присоединилась потому что если я следующую начну у меня тут были дырочка поэтому я начну вот с этой петли куда присоединилась вязать начинаю отсюда считать 20 столбиков вяжем без изменений в 21 столбик провяжем прибавку и далее по цепочке вяжем 5 столбиков вот провязали и в итоге у нас в ряду восемнадцатом пятьдесят четыре столбика далее берем маркер вяжем значит теперь мы будем делать прибавки по бокам сейчас мы вяжем до сюда я скажу сколько у меня петель если вдруг у вас петельки будут немножечко по количеству к петель как у меня в сторону уйдет или еще что то вы можете связать прибавки посмотрите где у вас там по счету попадает там и свяжите прибавку раз два три 4 5 6 7 8 9 10 я вижу провязала 10 столбиков теперь сделаю прибавку у вас вдруг получится там меньше попадет где-то здесь 10 столбиков или где-то сторону просто посмотрите главное чтобы прибавки были сбоку получались дальше я провязала 27 столбиков до следующей прибавки и делаю прибавку и вяжу дальше оставшиеся столбики до конца ряда прибавки по бокам и в ряду у нас 19 56 столбиков теперь 20 по 24 ряд вяжем без изменений 56 столбиков на 4 у нас 56 столбиков теперь начиная с 25 ряда мы будем делать убавки убавки делаются по бокам по 2 убавки значит между убавками по серединке остаются два столбика вот довязываем значит вот так у сложив пополам смотрите два столбика по серединке которые получаются они у нас остаются без изменений вяжутся вот а перед ними перед ним перед этими столбиками мы делаем убавку так значит здесь у меня убавка 2 столбика и еще одна убавка далее вяжем без изменений до следующей убавки вот довязала и до убавки делаю убавку провязываю 2 столбика и еще одна убавка и довязываю до конца ряда то есть у нас получается по бокам по 2 убавки между убавками 2 столбика которые вот тут вот по серединке и убавки здесь вяжем до конца оставшиеся столбики и так в ряду у нас 25 получилось 52 столбика и 26 и 27 ряд мы вяжем без изменений 52 столбика 8 ряд также вяжем до 1 убавки сделали убавку затем провязали 2 столбика затем сделали вторую бабку далее вяжем до следующей убавки делаем у бабочку здесь посерединке 2 столбика провязываем без изменений у бабочку сделали вторую и довязали до конца ряда так вот вяжем 28 ряд в ряду останется 48 столбиков следующие 29 и 30 ряд мы провяжем без изменений 48 столбиками ножки и продолжаем дальше 31 ряд делаем опять убавки по 2 убавки по бокам между убавками здесь 2 столбика провязывается без накида в ряду у нас останется 44 столбика следующий 32 ряд мы провяжем за задние стеночки петли 44 столбика если это если вы вяжете девочку то вяжите так заднюю стеночку если мальчика то просто 32 ряд вяжите 44 столбика за обе стеночки а те кто вяжет девочку за заднюю стеночку провязываем ряд далее 33 ряд делаем также по 2 убавки по бокам не забывая между убавками у нас здесь два столбика посерединке сбоку будем чередовать ряд сейчас 33 ряд убавки по бокам ряд без изменений затем опять убавки ряд затем ряд без изменений убавки только с по бокам по 2 убавки и тогда вяжите до сорок первого ряда в котором будут убавки по бокам у нас получается набиваем дальше по ходу вязания 41 ряд мы сделали убавки в этом ряду по бокам теперь дальше 42 ряд здесь мы уже начинаем ввязывать ручки вот прикладывайте руки вот этой часть которую нас видите вот так вот погнутая да это будет к телу прикладываться вот вы можете пластмассовыми такими вот маркерами можно наметить себе примерно расположение ручек как вы видите их для себя да вот расположите их прицепите можно ниточкой привязаться чтобы они держались и просто ряд провяжите 42 привязывая ручки параллельно так вот прикладываем и вяжем ряд с ручками значит вот довязала я до момента где мне начнется ручка вот вкалываю столбик на ручке и следующий столбик на теле и провязываю столбик без накида следующий столбик столбик на ручке затем на теле вот и захват в рабочей нить провязываем вместе ручку и тело столбиком и так мы привязываем ся не последний столбик таким образом мы привязали ручку дальше вяжем до следующего место тем ручку главное возьмите правильное и чтобы к телу именно вогнутая часть легла и также следующую ручку привязываем на ручку в ручку сначала вводим крючок затем в тело и выводим рабочую нить я сейчас вам скажу сколько вы смотрите если вы вяжете девочку делайте это будем делать юбочку то не забудьте там где у нас переход это чтобы было сзади потому что будет заметно немножечко но мы это тоже можем потом спрятать украсить поэтому лицевая часть у вас должна быть ровно вот между ручками что спереди что сзади 7 столбиков это привязали ручки и довязываем до конца ряд вот эти ниточки на руке которые были вы можете зафиксировать внутренней стороны чтобы они не вылезли либо провязать их когда будем сейчас связать мы дальше свяжем еще два ряда без изменений вот я их зафиксирую просто и все не буду их провязывать они держались разно тяну чтобы узелочек спрятался все вяжем два ряда сорок третий и сорок четвертый без изменений по кругу провязали два ряда 24 у нас столбика осталось вот и на голове у нас 24 поэтому нам сшивать будет удобно и делаем соединительный столбик так просто нам сделают воссоединительных более ровнее чтобы и отрезаем здесь коротко потому что пришивать будем голову вот потом дальше наполним вот а пока вяжем юбочку привязываем пряжу можно если хотите комбинировать если у вас оттенок есть это кому который вы взяли например чуть темнее чуть светлее чтобы юбочка было немного как бы другого оттенка если есть желание если нет то вяжите этим же цветом и так привязываемся и будем чередовать столбик с накидом и прибавка и столбиков с накидом и так привязалась я провязала два столбика в эту же в этот же столбик я вяжу столбик это у меня будет 1 2 столбик 2 воздушные вернее петли которые вначале сделал я их не считаю значит здесь у меня один столбик дальше делаю прибавку следующую полу петельку ввязываем сей вот именно вот в эти полу петли здесь делаю прибавку немножко будет неудобно следующая полу петельку вяжу 1 столбик с накидом затем 2 столбика в одну то есть прибавку вот итак мы по кругу про вяжем ряд до конца столбик с накидом и столбик с накидом прибавка и столбиков с накидом через дали первый ряд я не сказала может быть вы заметили что берем игрушку так чтобы головой к себе чтобы наши лицевые лицевые петельки были сверху на юбочки следующий ряд сделали соединительный столбик с первым петлей воздушной далее второй ряд мы провяжем тоже с прибавками мы провяжем 2 столбика и прибавка и отдела 2 воздушные петли и в этот же столбик я вяжу столбик с накидом 1 это второй столбик с накидом и прибавка и так вяжем до конца ряда если вдруг у вас там немножечко в конце не получилось да вот у меня например надо было в последний столбик провязать прибавка у меня провязала столбик ничего страшного вот поэтому не будет это так видно что не хватает одного столбика то можно провязать прибавку до получится 2 прибавки подряд и так в общем вяжем ряд 2 столбика и прибавка второй ряд с прибавками теперь мы вяжем без изменения ряды длину юбочки и выбирайте сами сколько вы хотите вяжите количество рядов которое вам нужно и заканчиваем вязать юбочку закончила вязать юбочку значит я провязала 7 рядов теперь сделаю окантовочку в виде врачего шага этого можно и не делать если не хотите вот а можете сделать знаете я думаю да то же самое как бы вяжем только назад вводим крючок назад столбик захватываем рабочие нить и провязывая берем голову вставляем проволоку и пришиваем пришивать будем за вот у нас столбик до верхушка столбика будем браться за ножку верхушки и вот именно в таком положении пришивать иголочка так вот вставлять также и на голове именно вот так вот просто если браться только за вот эти верхушки она будет не так надежно и плотно держаться нежели си так пришивать вот пришиваем голову в один момент можно зафиксировать вот такими спицами голову вот так вот вставьте три спицы к примеру чтобы зафиксировать голову и тогда спокойно можно пришивать она не будет крутиться будет четко стоять вот 3 спицей и все и пришивайте голову все я голову пришила скажем пока в сторону сейчас вяжем воротничок набираем цепочку из 30 воздушных петель берем белый цвет но по крайней мере я буду вязать белый воротничок и так набираем вот цепочку из 30 воздушных петель и начиная делаем накид и начиная с 3 петли отчитываем 1 2 3 вяжем столбики с накидом по цепочке 28 столбиков с накидом далее воздушная петля подъема и вяжем значит прибавку вот воздушная петля подъема следующий столбик 2 воздушные вернее петли подъема и 1 провязала 2 воздушные петли подъема вот и поворот и делаем прибавку следующий столбик из столбиков с накидом 2 воздушные петли пропускаем 1 столбик в следующий столбик провязываем прибавку из столбиков с накидом 2 воздушные петли опять пропускаем столбик и следующий вяжу прибавку из столбиков с накидом и таким образом мы вяжем до конца ряда до конца и в последний столбик завязываю прибавку далее воздушная петля подъема 1 воздушная петля подъема и теперь делаем накид и в арочку вяжем 6 столбиков с накидом 5 и 6 следующую арочку мы вяжем столбик без накида далее в следующую арочку опять провязываем 6 столбиков с накидом следующую арочку столбик без накида и так чередуем 6 столбиков с накидом в арочку в одну следующую столбик без накида вяжем так до конца ряда и так провязала в последнюю арочку у меня получается 6 столбиков с накидом и воздушную петелечку вяжем столбик тем самым закончили воротник я буду воротник пришивать поэтому отрезаю ниточку для пришивания вы можете по желанию если хотите провязать здесь пока не отрезав не отрезав цепочку сделать из воздушных петель я нибудь здесь посерединке например а здесь пришить пуговичку и просто воротничок на пуговичку вот а можете перешить я буду пришивать поэтому вот приложу сюда так вот и пришью пока отложим в сторону теперь вяжем ботиночки так берем цвет ботинок в кольцо набираем 10 столбиков без накида стягиваем колечко дальше будем вязать в ряд шишечки значит он нас бы чередоваться вяжем столбик без накида следующий столбик мы вяжем шишечку сразу значит состоит она у нас из четырех недовязанных до конца столбиков с накидом 1 2 провязываем только накид 3 столбик 4 затем все петельки на крючке провязываем вместе 5 петель у нас получается провязали следующий столбик вяжем столбик без накида затем опять вяжем шишечку 4 столбика с накидом не довязанных до конца три четыре и затем их провязываем вместе следующий столбик столбик без накида и так чередуем столбик без накида и шишечку и так провязали получать у нас пять шишечек последний столбик это у меня шишечки далее мы делаем прибавки провязываем 10 прибавок столбиками без накида каждый столбик делаем прибавки в итоге у нас получается 20 столбиков без накида и так провязали я думаю вы не забывайте фиксировать серединку нашу чтоб кольцо не расходилась и так следующий ряд опять ряд с шишечками чередуем столбик без накида и шишечка следующий столбик столбик без накида так вяжем до конца ряда у нас должно получиться 10 шишечек провязали следующий ряд мы вяжем без изменений 20 столбиков без накида следующий ряда нас ряд с шишечками теперь смотрите нам надо стараться провязывать шишечками шишечки между столбики без накида которые находятся между шишечками сюда мы провязываем шишечку а над шишечкой столбик без накида чтобы получились у нас как бы в шахматном порядке шишечки наши и будем чередовать ряд с шишечками и ряд столбики без накида так мы провяжем еще два ряда шишечек и так значит этот ряд мы вяжем шишечки затем вяжем ряд столбики без накида так вот я провязала ряд шишечками теперь просто вяжем ряд столбики без накида так провязала столбик ряд столбики без накида и последний ряд с шишечками провязываем шишечками будет последний ряд вот а закончим мы в сапожки ботиночки столбиками без накида ряд будет у нас не забывайте чтобы шишечки у вас были между шишечками вот провязала последний ряд с шишечками и заканчиваем мы ботиночки столбик ряд столбиками без накида столбиками без накида заканчиваем соединительным столбиком и отрезаем ниточку для пришивания или пришивать ботиночку такие ботиночки получаются ботиночки и пришиваем я уже ботинок пришила пришила воротничок просила пуговичкой одеваем вот так раз за верхушки стубика так пришивать все ботиночки пришиты осталось нам связать шапочку и волосики по желанию если хотите можно добавить будет шапочку начинаем вязать резинки и так берем у меня окантовочка будет резиночка у меня будет белым цветом поэтому я беру белый цвет набираем 7 воздушных петель набрали и теперь по цепочке мы будем вязать начиная со второй петли соединительные столбики то есть и еще называют полустолбики без накида либо соединительные берем рабочую нить и протягиваем сквозь петелечку старайтесь не стягивать петли потому что они у нас должны быть видны просто так соединяем делаю полупетли вернее полустолбики без накида далее воздушная петля подъема разворачиваем теперь эту резиночку мы будем вязать только за задние стеночки петли то же самое делаем соединительными столбиками не стягивая наши столбики вытягиваем чтобы они были заметны будем за задние стеночки петли вязать соединительные столбики резиночка будет у нас состоять из соединительных столбиков провязали воздушная петля поворот и так вяжем длину резиночки обхватом своей головы вашей игрушки за задние стеночки петли только не забывайте что именно так мы будем вязать соединительные столбики вяжите ту длину которая вам нужна но желательно конечно чтобы у вас количество вот этих вот у нас будут выпуклые части не считая вот этих вот а выпуклая потому что потом мы будем за них соединяться и в них провязывать столбики без накида желательно чтобы их было 50 не более 50 я провязала 50 рядов именно вот этих вот выпуклых теперь соединяем нашу резиночку и будем ее соединять за задние стеночки петли так так вывожу рабочую нить сюда на эту сторону присоединила воздушная петля смотрите значит у нас вот 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 беремся за заднюю стеночку на здесь за воздушную петельку делаем соединительный столбик так же продолжаем завязывать только соединяем 2 конца плохо видно да я что отражает белый все-таки цвет довязываем до конца если хотите вязать шапочку одним цветом то продолжайте если нет то отрезаем я буду другим цветом поэтому я отрезаю ниточку вот у нас получилось соединение теперь будем присоединяться и вязать 50 столбиков без накида я беру цвет такой который мне платье связано одежда присоединилась воздушная петля и вот за вот эти выпуклые столбики именно вот за вот эти выпуклые мы будем вязать получится что вот будет а вот видите да вы вот эта часть вот она рядышком где-нибудь здесь выводится удобно крючок и так провязываем 50 столбиков без накида и так провязали мы ряд столбики без накида следующий ряд на столбики с накидом в этом ряду мы сделаем 4 прибавки провяжем 11 столбиков и прибавка повторим так четыре раза в ряду у нас получится 54 столбика набираем 2 воздушные петли и начиная с этого же столбика откуда воздушные петли начинаем вязать 11 столбиков и прибавка повторяем 4 раза провязали теперь я привязываю белую ниточку я буду чередовать столбики с накидом у меня будут основным цветом а столбики без накида я буду вязать белым цветом данный момент мы сейчас будем вязать столбики без накида поэтому я привязываю белый цвет и мы вяжем без изменений ряд столбики без накида воздушная петля и вяжем 54 столбика у нас в этом ряду и так мы провяжем у нас должно быть 8 рядов без изменений начинающий отчет с этого ряда с первого который мы начали столбики без накида вязать резиночку мы провяжем с вами 8 рядов без изменений чередуя столбики с накидом столбиками без накида так провязали 8 рядов далее следующий ряд столбики без накида с этого ряда мы начинаем делать убавки и убавки у нас будут именно в рядах столбиков без накида и так значит вяжем 7 столбиков и убавка повторяем 6 раз в ряду у нас останется 48 столбиков последний столбик делаем убавку следующий ряд у нас столбики с накидом который вяжем без изменений провязали ряд без изменений теперь ряд столбики без накида где мы делаем убавки значит следующие убавка у нас 6 столбиков и убавка повторяем 6 раз в ряду останется 42 столбика и так мы чередуем ряд с убавками и ряд без изменений ряд с убавками и ряд без изменений это изменение у нас и столбики с накидом вяжите так до того ряда в котором у вас останется 6 столбиков где вы сделаете 6 убавок подряд довяжите до этого ряда и там мы с вами встретимся чтобы осталось у нас 6 столбиков в итоге довязала до конца у меня в ряду осталось 6 столбиков теперь вот этот цвет я отрезаю спрячу его по ходу вязания ту ниточку дальше я буду вязать помпун белым цветом итак делаем соединительный столбик и следующий ряд нас будет 6 прибавок подряд 12 столбиков должно получиться ряду провязали делом соединительный столбик воздушная петля подъема если вы захотите вязать бомбончик другого цвета то просто отрезайте ниточку и привязывайтесь другим цветом далее мы вяжем столбик и прибавка повторяем 6 раз и в ряду у нас 18 столбиков после прибавок нас получилось 12 теперь столбики прибавка будет 18 провязали следующее также делаем прибавки 2 столбика и прибавка повторяем 6 раз 24 столбика и след другой ряд следующие 3 столбика и прибавка повторяем 6 раз в ряду 30 топиков провязываем еще два ряда с прибавками далее провязали значит три столбика и прибавка ряд теперь провяжем 4 ряда без изменений 30 столбиков и так теперь вяжем ряды с убавками 3 столбика и убавка повторяем 6 раз и остается в ряду 24 столбика провязали соединительным столбиком и не обряд следующий ряд 2 столбика и убавка повторяем 6 раз в ряду остается 18 столбиков и набиваем наш помпончик и так набили помпон теперь делаем убавки столбики убавка повторяем 6 раз 12 столбиков остается и 6 убавок подряд 6 столбиков остается и так закончили ряд осталось 6 столбиков отрезаем ниточку соединительным столбиком так небольшую и иголочкой спрячем вернее это соединим наши 6 столбиков и стянем отверстие берем за запись не полу петельки пропускаем так ниточку стягиваем все фиксируем ниточку и прячем такой помпон получился в принципе наш пупси готов все поправляем такая вот шапочка по желанию можно сделать волосики если хотите если не хотите то оставляете так вот я сделаю волосики кто хочет волосики я показывала как вообще волосики такие можно одевать повторю еще в общем я буду отрезать вот так вот три пальца обматывая ниточку отрезаю здесь и разрезаю ее пополам и буду завод ножки столбика по кругу сложив пополам ниточку так пропустила и в петелечку так стянула таким вот образом я сделаю несколько клубов и все у кого есть желание добавлять волосики добавляйте я сделала 4 ряда волосики так вот немножко повторюсь нужно и не делать вот теперь нам осталось щечки румяна мазать и все вот как то так ну вот в принципе все пупсик наш готов надеюсь вам понравился мастер-класс спасибо за просмотр вяжите с удовольствием увидимся в следующем видео мастер-класс